Подруги, привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня отличное настроение. Во-первых, потому что нас с вами уже 10 тысяч. Yes! Мы с вами достигли этой прекрасной цифры. И я сегодня хочу особенно поблагодарить вас за то, что вы все эти два года... Кстати, первый ролик был 24 сентября, два года назад. И все эти два года вы вместе со мной, и нас становится только больше, больше, больше. И я этому несказанно рада, потому что вы у меня моя идеальная аудитория. Вы нереально крутые мамы, вы нереально крутые бабы, вы нереально крутые подруги. Вы остроумные, вы классные, вы думающие. Вы поддерживаете в трудную минуту, и даже в те дни, когда хочется просто расклеиться и развалиться, как старые заборы, когда дети бесят, и когда все идет в жизни не так, мы все равно остаемся вместе, и мы все равно друг друга поддерживаем. И что самое важное, никогда друг друга не осуждаем. И должна особенно отметить то, что по сравнению с другими блогерами, моя аудитория, то есть вы действительно очень лояльные и очень крутые подруги. И это очень здорово. Так что, подруги, еще раз огромное спасибо вам за то, что вы вместе со мной, и в будущем мы вместе с моим мужем, и вместе с моим малышом будем работать над тем, чтобы наш контент всегда был полезным, интересным, и чтобы он помогал коротать наши материнские будни, и делать их немного более счастливыми, светлыми и радостными. И это прекрасное мероприятие мы сегодня будем с вами праздновать шоппингом. Мои родные скооперировались и пришли мне на помощь. Мама забрала малыша и будет проводить с ним целый день. Брат пригнал свою машину для того, чтобы у меня была полная свобода передвижений. И мы с вами поедем шопиться. И будем таскаться по магазинам целый день. Ну а перед тем, как отправиться в путь, я покажу вам, как я делаю свой ежедневный макияж. Для тех, кто интересовался и неоднократно меня также спрашивал, покажу, какой косметикой я пользуюсь и какой мейкап я наношу на лицо на сегодняшний день, когда я стала мамой, когда времени на мейкап нет уж совсем. Ну, не то, что даже времени нет, а просто я его сильно не люблю. А для меня, мне кажется, краситься это то же самое, что готовить. После всего ухода, который я ношу, то есть это хорошее умывание лица, это хорошее очищение, увлажнение и, в общем, подготовка кожи к наносению мейкапа, я приступаю к красоте. Первым делом, что я использую, это вот такой вот флюид от Charlotte Tilbury. Этот флюид с тоном, и, в принципе, если у тебя очень хорошее, ровное, прекрасное лицо, то его можно наносить отдельно и без тонального крема, поскольку он придает такое очень крутое сияние. Но так как с лицом у меня не все в порядке, у меня пигментные пятна, и, в принципе, старость, она уже подкралась, то я наношу его под тональник. Так, повязки в моем доме не нашлось, поэтому придется использовать мою резинку и убрать волосы просто наверх. Слава богу, что у меня везде тут зеркала, я все прекрасно вижу. Так, значит, следующим делом у меня тональный крем, тоже Charlotte Tilbury, это одна из новинок этого года, Airbrush Flawless называется. Тональный крем, который, как оказалось, очень крующий, то есть тебе нужно буквально вот столько для того, чтобы покрыть все лицо. Смотрите. И я его наношу для Charlotte Tilbury, и это необычная история, потому что она, как правило, предлагает такой очень натуральный мейк, и тональники, которыми я пользовалась ранее от ее бренда, они не были такими прям кроющими. Знаете, когда у тебя весь стыд твоей жизни, он скроет все грехи, и все, что ты хочешь спрятать, все он покроет. А этот оказался прям кроющий и кроющий. Но на самом деле очень круто, поскольку он ровно так же, как и Flawless Filter, который я наносила первым, он помимо самого флюида тонирующего еще набит разными увлажняющими ингредиентами. И получается, что твоя кожа получает уход в течение дня, пока ты носишь этот мейкап. И это очень здорово. Но главное еще не забыть про шею, поскольку шея обычно остается непокрытым мейком. И, в принципе, у меня в арсенале куча разных спонжев, кистей и так далее. Но в последнее время, особенно пользуясь этими продуктами, я понимаю, что мне это все не нужно. Я прекрасно обхожусь пальцами, и у меня получается разносить тональник по всему лицу и без разных погрешностей. Пальцами получается обходиться. Чищу свои губы. И, как правило, не забываю про брови, потому что, мне кажется, ничего не может быть ужаснее, как накопившийся тональник в бровях. И когда при дневном свете ты встречаешься с женщиной, у которой в бровях тональник, это прям жесть. Поэтому я всегда очень тщательно его убираю. Так, следующим этапом я наношу пудру. Пудра у меня от Aura Glass. Это моя новая любовь. Вот она такая, очень-очень сияющая. Ambient, по-моему, она называется. Она ложится практически незаметным слоем. Именно этот номер у меня, он Dim Light называется, он блюрит лицо. И предназначен для того, чтобы скрыть поры, все неровности, и помочь сделать лицо немного более ровным. Я его наношу на абсолютно все лицо. Обязательно прорабатываю зону под глазами, потому что тональник, он имеет свойство собираться в эти морщинки и образовывать такие, как трещинки на лице. Чтобы этого не происходило, нужно их запудрить. Обожаю эту пудру, потому что она не создает такого жуткого вида, просто запудренного лица. То есть ты не ходишь прям как торт. А наоборот, у него легкое-легкое-легкое сияние. И пудра эта достаточно прозрачная. Поэтому, если не хочется прям полный камуфляж, то такая пудра будет идеальная. Дальше у меня бронзер мой любимый от Bobby Brown. Вот он у меня уже заканчивается. И его я наношу на лоб, на скулы, на зону подбородка, или точнее под подбородком. В надежде, что это сделает мое лицо более таким красивеньким и худым. И обязательно на глаза. Быстро все это ношу одной кистью. Потом я меняю большую кисть на маленькую для глаз и прорисовываю здесь тень. По бровям у меня все очень-очень аскетично и просто. У меня от, кто же это был? Coolstar, по-моему, назывался гель. Я просто наношу на свои брови немного геля. Он там сильно ничего не рисует. Он просто придает немного тона и заполняет пустоту. Так. Или Colistar. Потому что она у меня тоже этот гель очень-очень давно. И тут уже все у меня постиралось. По-моему, Colistar называлась в компании. Но неважно. Я не сильно люблю карандаши. И вообще прорисованные, заполненные, прям забитые брови терпеть не могу. Поэтому мне лично хватает просто вот так вот чуть-чуть придать оттенка и все. Так это профи получилось какое-то, мне кажется, сильно темное. И то сразу видно разницу, что брови прям такие стали бровительнее. И что дальше еще по глазам? Я использую палетку. Это палетка какая-то. Я вообще не знаю, что это за палетка. Она у меня сто лет. Здесь такой нют-нют. Я просто немного добавляю оттенка на веки, чтобы не быть бледной, как смерть. И чуть-чуть хотела, чтобы были у меня глаза. Румяна у меня от Make Up For Ever. Такой красивый, свеженький розовый оттенок. Он для меня, конечно же, холодноват. Но если его нанести совсем немного, то будет окей. И последним делом, если я сильно собираюсь и хочу быть прям накрашенной, то еще в дело у меня идет хайлайтер. Хайлайтер мой любимый от Bobby Brown. Помните вот эту лимитированную коллекцию рождественскую? В ней вот эти штучки летают. Господи, какая красотень. И внутри вот такая вот нереальная штука. Просто пользуюсь им уже не знаю сколько. Мне кажется, у него даже срок годности скоро закончится. Для скул и надбровной зоны я мешаю оба оттенка. То есть здесь есть такой розоватый и более такой бронзовый. И просто наношу раз, два, буквально чуть-чуть, один раз на нос. В принципе, для меня этого достаточно. Также я беру розовый оттенок просто пальцем и наношу на век. Чтобы века была свеженькая. И такое прям. Мне типа 22, а не 89. И, конечно же, последним шагом. Это тушь. Здесь у меня бланком. Ну, в общем, это и все. Это весь мой мейк ежедневный. То есть если вы увидите меня в таком виде, знайте, это мой максимум. Я прям напряглась и накрасилась. Сколько я себя не обманывала, я не из тех мам, которые будут с красной помадой выходить из дома. Поскольку сил моих на это нет. Да и, в принципе, мы с мелким так сильно каждый день лапзаемся, что это прям невозможно. Наносить мой кап ежедневно. Так, с глазами закончили. Так, ну и действительно, самым последним шагом мы наносим гигиеничку на губы. Здесь у меня от Kiehl's. Моя самая-самая любимая штуковная. Это гигиеничка. Баттерстик, по-моему, она называется. И она с тоном. Я, вера, самый темный. Поскольку губы у меня сами по себе очень темные, и летом они ровно так же, как и все остальное, загорают. И причем загорают таким образом, что у меня прорисовывается реально черный контур вокруг губ. И получается, что темный контур и розовые губы. И мне кажется, летом это очень прям круто. Уж какая-то компенсация за мои пигментные пятна. Наношу гигиеничку. Все, мать накрашена. Это мой абсолютный максимум. Больше из меня, мне кажется, с точки зрения мекапа не выжить. Так, все, времени у меня осталось всего лишь навсего допить кофе. Высушить мои волосы. Кстати, которые я в последнее время сушу просто так. Сами высохли, и слава богу. И потом их завязываю просто в свой фирменный пучок. Поскольку они у меня после родов, мне кажется, вьются еще больше, чем они вились раньше. Ну, посмотрите, я прям стала какая-то кучерявая. Мне очень нравится, кстати говоря. Я прям довольна как слон. Так, что мы сегодня будем с вами покупать? Первым делом мне нужно посмотреть джинсы, поскольку ходить мне уже не в чем. Потом мне нужно посмотреть малышу. Некоторые развивающие игрушки, которыми заниматься здесь дома. Книжки и прочие какие-то пребамбасы, чтобы занимать его время, поскольку он сильно скучает. Особенно в те дни, когда погода плохая, мы находимся дома, и нам, в принципе-то, играться нечем. Потому что игрушки с собой я не брала. Вот все эти пластмассовые, детские, прям сильно для маленьких, ему уже совсем не интересны. Ну, и потом, может быть, если я найду в Заре в какой-нибудь, куплю себе пару маек. Ну, и, в принципе, во всем остальном, наверное, все. По большому счету, уж на шоппинг свою я еду просто, чтобы поехать. А, и очень важно, мне кажется, нам сесть где-нибудь в каком-нибудь ресторанчике, заказать опироль. Я думаю, что видно, насколько мое лицо засияло от мысли об опироле, поэтому давайте не будем дать время зря. Поехали. Баба, мы доехали. Это моя Анютка. Моя боевая подруга с детского сада. Мы с ней знакомы. С лет, не знаю, сколько нам. Трех? Двух. Два-два. Мама мне говорила, что она дала меня в детский сад в два года. Следовательно, мы с ней вместе с детского сада, потом в школе, ну и потом просто. Уже вижу Зару. Мы пойдем смотреть джинсы. Так, мы тут угодили в мужской отдел. Нам надо отсюда выходить в женский. Самые лучшие джинсы на свете я купила в Мексике. В мексиканской Заре, но таких я не видела вообще нигде. Ни в России, ни в Ринге, и вообще нигде. Но есть у меня надежда, что все-таки, может быть, эти джинсы сюда прилетят. Кстати, еще одна ведьма, которая родила троих детей. Это вот бесстыдство. А ну-ка, боком повернись. Ведьма. Здесь Зара реально красивенькая. Здесь очень прям приятно. Так, и здесь я померила просто черные брюки, которые идут прям-прям до талии вверх. Ну, похудеть для них нужно на пару килограммов точно. Но, в общем, в целом выглядят они нормально. Так, и еще мы тут нарыли такие же джинсы, как мои, широкие прям, но только черные. Я вот думаю, может мне взять такие, потому что сейчас, когда у меня лишний вес, и я, в принципе, чувствую себя некомфортно, может быть, имеет смысл взять такие широкие, чтобы просто ходить и ни о чем не думать. Так, в итоге мы решили взять черные широкие джинсы мамские. И черные брюки классические. Единственное, что мы попробовали померить 36-й размер джинс мамских, и решили брать 36-й. Ура, баба, я влезла в 36-й, он выглядел лучше, чем 38 и 40. Так, все, пакеты есть. Идем дальше. Сейчас мы едем наверх в мой любимый магазин Книжний. Жук. Там есть детские книги, будем смотреть какие-то книжки и игрушки Рэм. Этот магазин, он просто прекрасен, потому что здесь есть куча книг на английском языке в том числе. И здесь можно найти... Ох, очень классные штуки. Здесь книг, игрушек такое количество, очень крутые. И книжечки очень бедовые. Здесь, например, есть вот такие вот комплекты «Учиться слова». Животное. Тут есть еще такие с текстурой. Ребенок может учиться. Также вот такие вот карточки. 8 книжечек, точнее, маленьких здесь в комплекте. На разные темы ребенок может изучать. Конечно же, музыкальные. И нам очень-очень понравились вот такие вот книжки, где ты можешь все это дело. Вот, тэнкс, 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 тэнкс. И, в принципе, здесь на разных языках. На русском, на латышском, на английском. И игры. Ох, какая здесь красота. С ума можно сойти от этих игр. Круто. Для маленьких, для побольше деток. Ну, хоть в чем-то здесь есть изобилие. Если в детском питании тут очень все грустно и печально, то с такими игрушками, как, например, те же пазлики. Вот, я об этих говорила. Я хочу ему купить вот такие вот пазлы. Вот это очень здорово. Тут животные. Так, что еще? Животные. И такие, и сякие. И, в общем, тут можно разойтись. Также есть пирамидки деревянные. Часики. Так, что еще? Это уже постарше. Четкие. Это тоже для деток постарше. Машинки, поезда. Класс. Так, здесь shapes. Это разные формочки, наверное. Круто. А это из двух этих. Для начала очень хорошие. А, из двух этих штучек, я понял. Да, мои хорошие очень хорошие. Так, вот тут есть, кстати, очень классная штука. Медведи вот такие вот. Семья из четырех медведей. И можно их одевать. Менять выражение лица, их эмоции, одежду. Готовить их ко сну. Собирать с утра. Ну, в общем. И защиряться с мишками. И также тут такие классные штуки. Да, мы берем вот эту. Здесь можно составлять формы, цвета. И здесь как бы есть все. В то время, как, например, здесь есть только формы. Поэтому мы решили взять вот такую, да. А, и что нам еще очень понравилось. Вот такие вот часики. Когда ты их складываешь. Вот здесь вот показано, как ребенок складывает. Как пирамидку. Ну, и также он со временем может изучать время. Тоже очень крутая штука. Здесь такая вот прелесть. Так, пойдем к английской полке. Она здесь у них небольшая. В другом торговом центре есть магазин также. И там их побольше. Вот здесь я нахожу все наши любимые книги. Асборн. Вот здесь вот пипинсайд. Тут тоже все открывается. И можно ребенку рассказывать про лесных зверей. Тут дворец для девочек. Господи, как же ее золушка. Ну, и вот такие вот всякие разные. Ищися искать маленького кролика. А это полка моя. Потому что здесь книги на английском. Это прям моя любовь. Еще они здесь. Так. Тут книги на русском. Книги, книги. О, детские книги на русском. Тоже огромное количество. Всякого разного. За столом. Как это работает. Всякие разные классные книжки для детей постарше. Тут помладше тоже. Музыкальные. И так далее. Ну, это уже для взрослых. Вот мы тут еще нашли очень крутые книжки для постарше деток. Как изучать анатомию человека. Очень круто. Такой класс. Для малышей мы еще такие нашли. Тут первый грузовичок малыша пожарный. И вот тут разные истории. здесь очень здорово. Вот такие вот есть прорезиненные. То есть малыш может изучать животных и пальчиками ощущать. Погнали в мадеркер для малышей. О, скидочки. Это нам нравится. Наша любовь. Так, я хочу посмотреть с L-размером, что здесь тоже. У них только маленькие упаковки. Так, я вижу. М, М, М. Вот, L-ки. А нет, кстати, есть L-ка. Но это у нас что? Нет, это подгузники. Подгузники мне не нужны. А трусики у Генки только маленькие. Это очень тупо. Так, тут они стоят 17 евро. Как-то дороговато. Мы попробовали Хаггиз. Уговорили нас все-таки взять и попробовать Хаггиз, раз уж у нас с ночными так зашло. И вроде бы пока ничего. Короче, здесь Next, конечно же, тоже есть. И все, на каких-то зверских скидках. Тут прям скидки, скидки, скидки. Ну, понятно, после ковида что еще остается. Ну, что за прелесть? Я прям не могу. Класс. Надо, кстати, посмотреть, сколько такая курточка стоит. 39 евро. Короче, 40 евро. Сколько здесь у всех обуви? Класс. Здесь мы еще зайдем в детский Пепко. Адский магазин. Прям адский. Но там все за 2 евро. И мелкому таскаться по саду на коленках. Или, я надеюсь, уже скоро совсем не на коленках. Вот прям само то. Короче, пойдем трэш посмотрим. Вот он, трэшняк. Пепко. Здесь история такая. Реально все за 2 евро, но нужно сильно искать. Потому что вот это прям вообще не мое. И не для меня. Но если есть возможность найти что-то одноцветное, однотонное, то прям тебе сильно везет. Короче, сейчас что-нибудь найду. И вам попытаюсь показать. Штанцы. Здесь ад, ад, ад. И просто есть штанцы. Все. Прекрасно. Можно брать. Стоят они 2,50. Также здесь голубенькие просто штанишки. 2,50. Я прям все мечтаю найти просто белую майку. Штанцы, штанцы. Вот, например, синие штанцы. Отличные прям. Можно брать. И также евро 79. Носки. Три пары. Евро 79. Три. Ну, не то чтобы ужасные, но окей, терпимо. По дому можно. Татский магаз мне напоминает детский мир. У нас в Питере есть детский мир. Ну, а по всей России есть. И там вот такой же саконхенд. Но, как оказывается, есть и жемчужины. Так, тут вся красота по парфюмерии и косметике. Дуглас один из самых таких больших магазинов. Сеть магазинов, точнее, в Латвии, которые придут косметику. Ну, типа они как Ревгош, Ле Туаль в России. Так, бабы. Я слабый человек. Мы тут потаскались по нескольким магазинам. В общем, всякие бершки и прочее. Туда мы не заходим. И тем более снимать там нечего. Я решила, что все. Селенок моих уже не хватает. Я, как бы, как сказать, как сбитый летчик сразу же нельзя. Так вот, прям марафон. По чуть-чуть. И мы решили отправиться в наш кафешку, в которой мы обычно встречаемся, когда я в Риге. Для того, чтобы поесть пиццу и выпить торжественное пироль. Так, мы приехали в новый торговый центр. И просто можно ужаснуться от того, насколько много магазинов после ковида закрылись. То есть вот таких вот надписей о том, что скоро что-то откроется, очень много. Вот еще один закрылся. Капец. Просто капецческий капец. Это латышская тема. Очень популярно всякие вот такие вот странные шмотки продавать. Галерея искусства. Слава богу, выжила. Вот такая красота тут есть. Пойдем посмотрим. Так. А, здесь аптечная вся косметика. Очень красиво сделано. Прям очень красиво. Такие молодцы. И пахнет здесь просто великолепно. Очень красиво. Тут можно все попробовать, очевидно, сразу. Угу. Круто. Так. Ну да, тут реально Биодерм, Ларош, Виши, что там еще, Веледа, вот. Очень круто. Так, Лоран, понятно. Круто, очень красиво. Угу. Тут аксессуары для волос. Это, кстати, очень классные расчески. Годами пользовалась этой фирмой. Очень хорошие. Так, мейк какой-то. И вот, моя любимая любовь по уходу, это, конечно же, Бобор. Если есть возможность потратиться на уход, это прям вышак. Здесь у нас клубничка. Ритуалс. Кстати, Ритуалс очень классная компания. У них тоже классные всякие штуки для ванны. Стендерс наша местная штука. Это знают все. Ай, что тут еще хорошенького? Прянички всякие разные. Так, здесь. Типа такой базарчик, продуктовый магазин, браун шугар. Такое популярное заведение в Латвии. У них кафе. Вкусные всякие штуковины. Здесь тот же самый Яны с Розой, в котором мы сегодня были два раза. Третий раз мы явно не пойдем. И вот такая вот красота. Да, почему-то закрыт. Обидно. Тут всякие такие лавочки. И продуктовый магазин. Матери надо купить молоко. Так, мы приехали. Вот он. Мой прекрасный опероль. Можете меня здесь оставить. Я домой не вернусь. Так, мы тут пересели, чтобы уединиться. Короче, я королева Викторин. Я решила устроить Анне-то задание. Она должна про меня сказать пять вещей. Которую она про меня знает. Какой-нибудь благостный компромат для вас, подруг. В общем, все, что вы должны обо мне знать. Потому что эта баба обо мне знает больше, чем кто-либо другой. Погнали, первая вещь. Только без говна. Без говна, да. Так, Датца мой самый... Один из самых близких людей для меня. Поэтому... Один из? Один из, да. У тебя есть другие друзья, кроме меня? Еще два, как минимум. Черт. Черт. Ну, один из них мой муж, так что это как бы... Так? Он ее у меня увел. Потому что в какой-то момент, когда мы были обе незамужние... А, да. Мы на полном серьезе планировали пожениться и жить вместе. Да, у нас был пакт какого-то возраста. Если мы не выйдем замуж, тогда мы сбросим косточки вместе. И как бы мы очень хорошо вместе... Она свои косточки, а я свой жир. Продатца, она очень, ну очень целеустремленная. Устремленная. А мы заметили, она не русская. Ее целеустремлен... Ее целеустремлен... Мленность. А? Целеустремленность. Целеустремленность. Млёмлёсть. Целеустремленность. Короче, я напишу титрами, что она хотела сказать. Этим я очень восхищаюсь. И все, что она начинает с нуля, в принципе, у нее все получается. Каждая вещь, хотя бы учитывать этот влог, который она начала почти неполных 2 года назад. И сейчас уже 10 тысяч фолловеров. И это, мне кажется, очень... Очень круто. Очень круто. Я еще слышала, что ты еще очень медленно. Заткаемся. Из таких старинок, чтобы я могла сказать... Да, компромат номер один. Да, в школе. Но это не компромат, это тоже, мне кажется, одна из вещей, которые ты делала, и у тебя получалось. Она была редактором школьной газеты. Я не помню, или главным редактором, или вы там все были. Единственным главным редактором. Или вы там все были главными редакторами. Нет, я была единственным главным редактором. Хорошо. Ну, это правда. Ну, что-то есть, как ты говоришь. Я верю. Там написано на первой странице. Там много было, что написано на первой странице. Но редактор Слея, когда открываешь слово редактора, там же моя подпись. А, да, точно. И газеты дома, сохранение, все выпуски. Так что, я иногда, когда их нахожу, перекладывая вещи с места на место, я тогда посылаю даться эти... Короче, написано не фотки. Я нашла фотографию со школы. Блин. Сейчас она будет показывать в уяцке фотографии. Одну. Я покажу целый наш класс. Ну, в принципе, вы найдите нас. Еще у меня есть, также вместе с газетами, у меня сохранены записки. Покажи поздравления, которые она мне писала. В принципе, как она начинает. Реально. Эта записка я ей писала в школе. Она мне говорит, начинает. Привет, старуха. Ну, это почти что баба. Ну, или баба. Да, привет, баба. То есть, у нее бабская тема всегда была. Прошло 3 часа. Короче, вспомнила еще один. Но это реально, это трэш. Она забывает регулярно мои день рождения и именины. И все праздники. Чтобы вы понимали, в Латвии именины это большая тема. Ну, не большая, но это тоже... Нет, всегда поздравляют цветы там и так далее. Поздравляют это тоже. Также отмечаются. Это повод встретиться с друзьями, пригласить друзей, встретиться и так далее. И она про них забывает даже тогда, когда она приглашена и приезжает ко мне. Короче, один раз я была в командировке. Она мне пишет и говорит, приедешь? Ты десятого сможешь приехать? Я думаю, ну, там, что десятого-то? Смотрю, я прилетаю как раз там с командировки. Думаю, с аэропорта она там недалеко живет. Я говорю, ну, что нет, приеду. Ну, приеду и приеду. Я приезжаю, там, тусовка. Короче, куча народа. Стол накрыт. То есть, реально, ну, я понимаю, что праздник. Что-то происходит. Ну, нет, просто праздник. Я думаю, ну, может, она захотела просто, ну, встретиться с друзьями. Думаю, ну, хехер. И подходит ее маленькая дочка ко мне. И что-то она там мне рассказывает и говорит, у мамы сегодня день рождения. Я говорю, нет. Я говорю, у мамы день рождения в феврале. Я говорю, малютка, сегодня у мамы не день рождения. Она говорит, нет, у мамы сегодня день рождения. И я такая сижу. Я думаю, а что за день сегодня? И потом я понимаю, что я сижу, уплетаю ее салат. И я вспоминаю, что у человека именинный. Я приперлась на празднование ее именин. Забыл, что я... Короче. Вот, это она делает. Но я не обижаюсь, потому что... Потому что она знает, что в следующий раз будет все то же самое. И это ее, как бы, фишка. Так же, как и бабы. Все, есть что-то еще, что ты обо мне хочешь рассказать? Все, нечего обо мне больше рассказывать, пока.